Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы проводим цикл бесед, который называется «Во свете Библии». Вот я показываю Библию, могу даже развернуть, показать. Вот видите, синодальное издание, 77 книг. Я смотрю по интернету, как обычно делают, вопрос задают, уже два собеседника. У меня все уже это готово, по-другому мы делаем. Притом они не ставятся на Библию. У нас во свете Библии. Вот это у нас толкование. Это Господь мне позволил издать 38 книг. И вот Новый Завет. Некоторые не видели. Толкование блаженного фефилакта. Вот я покажу сбоку, как эти книги выглядят. Видите, как с закладками. Мы их подарили Путину, президенту, премьер-министру Медведеву, патриарху и 150 священникам. И в прошлом году подарили в 240 библиотек городов и сел. Все эти мои 38 книг, они находятся в библиотеке имени Ленина в Москве, в исторической библиотеке. И еще там есть такая библиотека, президентская называют ее, или парламентская. И там они находятся. Если Господь благословит, они эти книги есть за рубежом. Думаю, что есть в Израиле уже, в Англии, Сан-Франциск просили прислать. И мы, кроме того, раскрасили Гюстава Даре, лучший иллюстратор библии. 230 его картин. Это наша раскраска. Несколько лет раскрашивали в электронной версии. И здесь 230 Гюстава Даре и 10 из классики. И здесь же я даю 297 комментариев, ничего не толкуя. Некоторые клевещут на меня, говорят, кто ты такой. Никто я не такой, я просто верующий. 51 год являюсь проповедником, миссионером, рукоположный чтец, проповедую в храме. Ну, проповедовал. Три года назад я отошел, чтобы молодым дать место. И вот у меня сайт есть. Я не посмотрел, где это, табличка-то вверху или куда дели, где я сделал восхищение церкви. Там сайт можно просчитать будет. Может где-то найдешь, посмотреть надо. Она была здесь. К истине народу. Если вы зарядите мои имя-фамилия в Ютубе, Игнатий Лапкин, там тысячу шесть роликов наших. Именно наших. Вот мы записываем собрания, занятия, как я вел занятия в университете. Поэтому, ну, как выступают наши батюшки, вот они говорят. Я не пытаюсь даже это сделать. У меня нет средств. У них осветители так стоят. Ну, там что там шикарно. У нас самое маленькое что-то. Но я подготавливаюсь вот к этим собеседованиям очень-очень тщательно. Практически я беру материалы из трехсот книг. Патрологии мини. Это все тома Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова. Ну, все, что туда входит. Конечно, на первом месте Святая Библия. Я цитирую, указываю, называю, откуда это. Не каждый это может знать даже. А я говорил о воскрешении церкви. Ну, показал наш сайт. А из сайта легко перейти на форум. Вверху написано «Православный форум Игнатия Лапкина». Щелкните и уже там. Там все это есть. Вот. Ну, ладно. Это я между делом. Сегодня я тема такую взял «Благодать». Очень часто везде «Благодать», «Благодать». Даже люди, не понимающие это слово, но знают, что это хорошее слово. Я спрашиваю, а как ты понимаешь «Благодать»? Он не знает, где применить. Ну, говорит, ну, слышал, сейчас она говорила. Ну, я намучилась там в старой квартире. А сейчас «Благодать» такая. Тут прямо все рядом. И туалет, и кухня. Ну, «Благоустроенная квартира», то есть «Благодать». Только посмеяться придется, если не плакать. «Благодать» это совсем не то. Давайте послушаем, что он правильно пользуется этим словом. Ефесянам 2.8.9 «Ибо благодатью вы спасены через веру и сияние от вас, Божий дар». Не от дел, чтобы никто не хвалился. Спасение во Христе Иисусе. Деяние 15.11 Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как они. Спасение грешника, любой человек грешник, совершается с двух сторон. Со стороны человека и со стороны Бога. Со стороны человека это наше желание прийти, принять. Вследствие испорченности человеческой природы, поврежденной парадистик брехом, слабости, ничтожности сил. Павший человек не может сам себя спасти. Спасти его может только Творец его. Человек создан со свободной волей, и он должен сам решиться прийти ко Христу. Когда человек погибает, обращается, помогите. Иоанн Затаус говорит, ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь. Не все знают очень такое сильное выражение епископа Феофана Затворника. Он говорит о тройственности благодати. Это нужно всем знать. Я тщательно разобирал его слова, согласно Слову Божию, и когда преподавал в пяти университетах, в разных местах, и везде подчеркнул именно о благодати, чтобы правильно пользовались. Первое, что благодать призывающая. Проповь должна быть вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но и сеющий, поливающий ничто. Все Бог возвращающий. И благодать обращающая. Коснулся сердца Бога. Все. Надо пропустить дальше. И третье, это благодать освящающая. Вот первая, она может быть везде, где угодно. Первая и вторая часть находятся буквально в лучшем виде у сектантов. Они как проповедуют Библию, о Христе говорят правильно, как баптисты, что Он спаситель мира, второе лицо Святой Троицы. Правильно говорят все. Поэтому надо это принять. Но освящающей благодати у них нет. Почему? Она идет только через священство, имеющее рукоположение от апостольских времен. Они не могут совершить таинство. Крещение правильно. А неправильно еретическое крещение не омывает, а скверняет, говорят все святые отцы. Они не могут совершить литургию или, так называют, вечерю. Хлеб остается хлебом. Впрочем, они все так и соглашены. Вино остается вином. А у православных церковь освящающая благодать, а первой и второй части почти нет. У проповеди нет, обращения нет. Так просто толпа приходит и уходит. Приходит и уходит. Очень часто люди, которые в сектанты попадают, а потом беседуют, говорят, «Ну ты давно верующий?» «Да нет, год назад». «И что, тебе 50 лет ты не верил?» «Да, я был неверующий». «На как же так?» «Ну, я к православным ходил. Я ходил в храмы, причащался, но я неверующий был». Вот так. Притом, великие державники, такая еще сейчас секта, ересь, не спроверживающая веру Христову. Они «мы за православных, за православие, напротив христианства». Это родновера, все они признают так. Мы говорим о Библии. Мы верим, что в Библии святые все 77 книг. И сектантам я советую, вы хотя бы раз прочитайте неканонические книги, книгу «При мудрости Соломона». Прочтите один раз. И Серахову. Две книги. Одиннадцать вам уже не одолеть. Я знаю вашу леность. Вы такие же ленивые, как и священники православные. Я не говорю именно о России. Во всем мире это одинаково. Где я был и в Америке, везде одинаковые. Везде одинаковые сектанты, везде одинаковые священники. Две книги прочтите. И хотя бы раза два. А после этого хоть и будете иметь представление, что вы отвергаете. Это все напоминает, когда клеймили Александра Исаевича Солженица, высылали его. Ну и выступление надо. И выступает в газете, в краевой. Я доярка такая, это 4 класса образования, может быть, у нее. А я против архипелага ГУЛАГ. Спрашивают, а вы считали? Да нет, я не считал. Она даже не видала. Ну я против. Весь мой советский народ и я с ним вместе. Ну все ват и я ват. Так, ну просто нехорошо. Нехорошо, настолько нехорошо, что можно оказаться не в том месте. Сирахов 15, 14, 17. И второзаконие 30, 19. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Для человека грешника нужно кроме желания спасись, искренняя и правая, правая вера в Бога, не сектантская. Надежда на его милосердие и добрые дела. Как свидетельство в веру. А сатаны Бога это спасающая благодать, освящающая. Благодатью называется дар Божий или невидимая сила Божия, сохраняющая весь видимый мир и человека. И направляющая их к конечной цели их бытия. 2 Коринфянам 12, 9. Ибо Господь сказал мне, довольна для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Благодать такие свойства имеет, что она воскрешает человека, спасая тот саморазрушение и уничтожение. Если бы Господь на одну минуту или секунду, на одно лишь мгновение отнял от мира свою промыслительную благодать, весь мир во мгновение ока обратился бы в ничто и исчез бы без следа. Что животное, красота, чем люди любуются, океан, море, космос, все от Бога, покрыто маленьким тонким слоем атмосферы, она задерживает миллионы падающих метеоритов. Чудо Божье. Процентное отношение кислорода, азота, чудо Божье. Это все благодать. Псалом 64, 103, 138, Деяния 17, 24, 28. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, есть благодать, призывающий Его ко спасению, то есть пробуждающий ум, сердце и волю человека от греховного сна и ведущего в покаяние. Иоанна 6, 65, 15, 5, Откровения 3, 20, Римнам 3, 24, 10 глава, Галатам 1, 13, 17, 1 Петра 2, 9 и 5, 10. Я называю только места, потому что уже составленный материал, который отпечатан в книгах, мне нужно вложить в это короткое время, которое на ролик помещается. Я на несколько раз обрабатываю этот материал, сокращаю, убираю, убираю и много убрал то, что нужно бы сейчас прослушать, но у меня нет этой возможности. Поэтому я называю только места. На этом месте можно тормознуть, открыть место, посмотреть и так дальше. Но для человека, призванного уже к покаянию, необходима еще благодать обращающая. Можно день и ночь человеку проповедовать, пока Дух Святой не коснется сердца, благодать обращающая не коснется, ни один не обратится. Я все напоминаю людям, которые поистине проповедуют. Мне пришлось быть в тюрьмах, в пяти тюрьмах отбывать, а передо мной находился батюшка один был, из Белова или Ферии. Там какие-то что-то давали взятку, там сейчас с храмом связано, и тоже посадили уполномоченных, кто там брал взятку. И мне говорят, вот здесь лежал батюшка на этой шконке, кровати. А что он делал? Ничего не делал, он только лежал и все. Тогда деньги были другие, у него изъяли, к слову сказать, 470 тысяч и спросили, зачем деньги? А тогда деньги другой счет имели, 470 тысяч. Он говорит, ну это думали там что-то еще. А спирту зачем там 150 литров очки протирать? Ну не много ли? Люди смеются, хохочут. Но пришлось свидетельствовать, читать Евангелие. У меня с собой был Новый Завет, я читал. И утром я с молитвы встал, ко мне подошли преступники и говорят, а то вчера вы молились. И там 6 или 7 человек сзади вас тоже на колени становились, молились ночью. Я ночью молился, днем. Можем мы тоже встанем. Это означает, что я проповедую у них каждый день 2 часа с 8 до 10. И благодать призывающая вызвала благодать обращающую. Они табак сразу все это выбросили, но двое вернулись на свое через несколько дней. Остальные продолжали, я не знаю их учить в дальнейшем. Далее читаем. Благодать Божия для души человека, что воздух для тела его. Потому что в небо ничто не войдет нечистым. Нужно очиститься благодатью Божией. Откровение 21-27. Без благодати промыслителя нельзя существовать миру, так без благодати спасителя нельзя даже покаявшимся грешнику наследовать жизнь вечную. Это Тит 2-11. Римлянам 3-24. 5 глава 17 стих. 1 Коринфянам 6-11. Ефесянам 2-5. Титут 3-5-7. 2 Тимофею 1-8-9. Деяния 15-11. Для спасения необходима вера во Христа, как Сына Божия, и в Его искупительные заслуги. Евреям 11-6. Матфея 7-19-23. Иоанна 14-21-23. 1 Иоанна 2-4-5-9-11. И 3 глава 17 стих. Иакова 2-я глава. Галатам 5-6. 1 Коринфянам 13-я глава. Рожденным от Бога называется человек, получивший прощение грехов и возрождение в Таинстве Святого Крещения, в котором он умывается от грехов. Деяния 2.38 и 2.16. Освящается и оправдывается перед Богом. 1 Коринфянам 6-11. Но вследствие испорченности человеческой природы. Люди снова грешат. Почему для прощения грехов, совершаемых после Крещения, установлены еще другие таинства? Покаяние. Иоанна 20-22-23. Прещещение. Матфея 26-28. Илево священие. Иакова 5-14-15. Апостолы признавали себя согрешающими. 1 Иоанна 1-8-10. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, просит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. То есть ты можешь утверждать, что Библия у меня в руках, нет его слова в тебе внутри. Я со многими-многими сектантами встречался, беседовал, и почти все говорят, а мы не грешим, почему она писана. Ну как же не грешишь, я живу с временем, я вижу, что ты вот грешишь, вот прямо сейчас грешишь. Во-первых, вы отверждаете толкование всей Вселенской Церкви, это не грех. Ну, Писание говорит, все ли учителя, почему сегодня все вдруг стали учителями-то? Я называю святых отцов, вы никого не называете, да и не можете назвать. А почему? А Дух Святой, то есть любая женщина, любая может толковать, ну любая кухарка может управлять государством. Ну и куда управили? Что с этой великой и могучей Русью стало? Да управлялись. Что стало с церковью? Сегодня, говорят, есть 21 тысяча разных наименований, кто называет себя церковью. Тысяч! Каждую неделю, и даже теперь более ранние сроки, возникает новая секта. И у всех в руках Библия. Библия. Но без толкования она ничего не дает. А толкование, говорит, одних поставил в третьих учителями. Кончились пророки. Апостолы прошли. Пришли учителя церкви, в третьих учителями. Первое конец, в 11-28. Кефистианам об этом говорит. Далее. Иаков 1-14. Но каждый искушается, увлекаясь, обращаясь собственной похотью. Я вот беседовал с сектантами. Говорю, ну а вы это искушаетесь похотью? Нет, мы не грешим. Ну как же не грешите? Ну прямо сегодня конкретно. Я уже не буду говорить. Я в Молдавии как-то проповедовал. Все знают, я православный. Подходят братья их. Тамошние пресвитеры говорят. Вы поговорите о вине. Наши братья иной раз выходят проповедовать. За кафедру держатся, чтобы не упасть. Я проповедовал однажды у дагестанцев, у грузин. Все просили по своих немощах, в которых буквально погибает народ. Баптисты, адвентисты тоже самое. Стали отделенные баптисты исповедовать свою молодежь. Живут внебрачной жизнью до брака. И ни один, ни два. Ну а что? У церкви есть таинство. А у них ничего этого нет. Дальше Якова 3.2. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Когда апостол Павел сказал, ты стена подбеленная. Ему только сказали, злословишь начальству, и он сразу повернулся. Вы посчитайте, что в интернете вы, сектанты, пишете про православную церковь, про патриарха. Даже по человеческим законам вы все попадаете под суд. Ну, он никогда на вас суд не подаст, тем более это интернет, наверное. Но вы же перед Богом. И говорите такие срамные слова, даже повторять их нельзя. А как быть, если он не так? Да вы не знаете, как он так или не так. Вы скажите так, что он не наказывает священников, которые нарушают таинство, неправильно крестят. Он сам сознается в этом. Он приехал и говорит, что состояние церкви, конечно, не сектантов. Духовные развалины. За него надо молиться, оказать ему в этом помощь, молитвенную. Больше ничего нельзя сделать. Как же так? Вы же Бога боитесь. Нет? Византия, Вития, Византия, Вития. Ничего нет. Другой несколько строков отсидит. В биографии, кроме тюремной решетки, ничего нет. И мгновенно уже теперь всех учителей по боку. То есть он какой и был, зек такой и остался. Он все абсолютно топчет ногами. Но остановись однажды, посмотри на себя в зеркало. Кто ты такой есть? Зачем я тебе буду говорить твою биографию? Ты себя во свете Библии посмотри. И ты скажешь, что же я делаю? Да когда я призвался самим собой смотреть-то? Вы на лесоповале находитесь? Бревен вам не хватает? Кого ты судишь? Я называю людей, которые умерли за Христа, как Игнатий Богоносец. Киприан Карпагенский. Я златоуст. А что у меня златоуст? Кто он такой? Я сам прошу, мне дается толкование. Не дается. Ты безблагодатный. У тебя нет ни хрящения, ни причащения. Ты безблагодатный. А священники? Вы же сами с ним не соглашаете. Да, не соглашаюсь. Но я подойду и попрошу любого благословения. Потому что он благодатный, имеет рукоположение. У вас веры просто нет. Если бы всякий, рожденный от Бога, не мог больше грешить, то зачем было бы я сохранять себя? Раз я не могу грешить, я вообще не могу согрешить. Не могу просто. И все. Как стекло. Не может воду внутрь себя пропустить. Его предохранять от воды не надо. Филипписам 2,12. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Совершайте. Значит, оно не совершено. Ну, маленько русскую грамматику посмотрим. Нет, я спасен, я спасен, я спасен. Это как напоминает вот это трижабьих духа. Ква-ква-ква-ква. Да не спасен, а спасен в надежде. Еще вы не считали никогда, разве что многие потерпели кораблекрушение в вере. Какое кораблекрушение? Ну, ко дну пошли. После кораблекрушения только, ну, может быть, на сотню кораблекрушений кто-то спасался раньше. Павел писал тогда, когда никаких спасательных кораблей не было. Только на необитаемом острове, на обломке, как девятый вал. Спасен. Где же ты спасен-то? Если ты грешишь. Апостол далее говорит Иоанн. Второе послание, восьмой стих. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились. Но чтобы получить полную награду, значит, можем потерять. Я уверовал, я теперь обязательно спасен. И то есть гарантия. Нет гарантии никакой. Мы ходим все со своим падением. Поэтому берегись, предупреждай, бойся, остерегайся. Второе Петра 1.10.11 Посему, братья, более и более, старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступай, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный ход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. А вот не так поступая, не спасетесь и не твердо. А делаешь ли ты его твердым? Но так как я 50 лет работаю среди разных сектантов, то скажу личный опыт. Вот нынче я встречаюсь, допустим, я не буду говорить город, ничего, только частно могу сказать. Хорошее отношение установлено. Он пресвитер в одной секте. И он не обижается, говоря, я ему доказал, что вы секта, вы не церковь. И он говорит, я скажу вам тайну одну. Я даже от своих скрываю. Я говорю, а что? Я в посте нахожусь третий день, пощуся. Я о чем? Знаете, что я обратился назад уже 7 лет. Я стою на месте. У меня духовного роста никакого нет. Понимаете, человек начал исследовать себя. Я ему начал говорить, а он нашим братьям говорит, я впервые вижу живого пророка. Да какой я пророк? Я просто пророческие слова тебе открыл. Это видно, что там Дух Божий уже начал свой труд. Притом это мне говорили старые служители. Я говорю, он начал себя исследовать на молитве. Я вижу, я засох лет 20 назад. Я стою на одном месте. У меня нет движения вперед. Я им показываю, почему. Вы не в церкви. Вы на исповедь не ходите. Вы пойдите хотя бы раз к священнику, к батюшке. Он прищищать не будет вас. Но исповедуйтесь. Такого найдите, который поможет. И вы увидите, как этот гнет, эта могильная плита сойдет с вашей надменности. Вы возрастали только в надменности. У вас нету смиренно мудрее. Это главное качество. Ты других учишь, а сам-то ты не научишь. Ни поста, ни креста, ничего нет. Да вас что, церкви не было? Какие были люди? Ты сравни Василия Великого со своими, кого знаешь. Да если бы ты внимательно в них, ты бы сказал, да у нас вообще веры тогда никакой нет. Горы передвигали, в буквальном смысле. Что им было? К примеру, сказать Василий Великий, его свои тоже не одобряли. У него была вера выше всех. Я сейчас закончу, потом вернусь к нему. Лука 21,19. Терпением вашим спасайте души ваши. Значит, их нужно спасать, они не спасенные. 16,16. Законы пророке Деяна с сего времени. Царствие Божие благовествуется и всяким усилием входит в него. Значит, его нужно прилагать усилия, не просто обратиться. Не может грешить. Нужно понимать не в том смысле, что он не должен грешить. Вот так нужно понимать. Что он не может грешить произвольно, намеренно. Но это можно сказать лишь о людях, достигших высшего духовного совершенства и святости. Один Бог без греха. Откровение 15,4. Кто не убоится тебя, Господи не прославит имени Твоего. Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся перед Тобой. Ибо открылись суды Твои. И нужны правильные дела для рожденных свыше. 1 Иоанна 2,3 и 5,29 стихи. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. А кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. Иоанн 15,5. Я есть млозавые ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можешь не делать ничего. Итак, кто из рожденных от Бога говорит, что он не грешит, тот обманывает сам себя. Истины нет в нем. Тот лжец, и нет в нем истины. 1 Иоанна 2,4 и Иоанна 8,44. А верующим Сына Божия сказано, что он не судится и на суд не приходит. Но не сказано, что он не будет судим. Вдумайтесь в разницу в этих словах. Очевидно, здесь идет о настоящей земной жизни, а не о будущей небесной. Всякий, не верующий во Христа, не имеет духовной жизни, а пребывает в духовной смерти. То есть в таком состоянии нравственном, в котором он не способен к совершению добрых дел. 1 Иоанна 1,2,4,15,16,21. 5 глава, 11,12, стихи. 3 глава, 14, стих. Кто верил в учение Божие, предпочел греховную тьму. Иоанн 3,19. Суд заслатаит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. А что на суд даже явится все не только грешные и праведные, об этом ясно учат сам Христос и святые апостолы. 5,28,29. Таким образом, ни вера, ни дела сами с собой еще не достигают нас. А они дают нам только доступ к спасающей благодати. Дают нам только право на получение ее. Римлянам 5,1,2. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. Господь воскресил наши души от греховной смерти, и мы в это поверили. Он отверз нам небо. Но, 2 Петра 3,13. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба, новой земли, на которых обитает правда. Значит, всегда поступать по правде еще должно. Мы еще не спасены окончательно для получения вечной жизни, а только стремимся к ней. Вот этот сектантский конек. А вы спасены? Спасен я в надежде. Благодатью Христовой. Но я неизвестно, дойду или нет. Филипфейсам 3,12,14. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос и Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего Христа Иисусе. И при этом непременное условие. Евреям 3,14. Ибо мы сделаем с причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. И поэтому я спасен, я спасен, а вообще теряет смысл. Филипфейсам 12,12. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Но если страха никакого нет, трепета нет, что уже дня в церкви не было, в любой из всех, кто залез, где угодно все, но все говорят, а Духа Божия. Но почему вы все по-разному противоположны друг другу лучше? Один за субботу, другой за воскресенье. Один считает, что хинь там, бень и хинь, нужно валяться, бесноваться, а другой считает, что не надо, старые 50-ники этого не делали. Да ведь видите, все разные-то, и у всех Дух Святой одна Библия. Как так? Это уже не какая-то тупость, это омертвелость. Сам себя человек не хочет увидеть. Надо на себя посмотреть в зеркало Священного Писания. Мы спасены, как? В надежде. И мы только спасаемся. Иногда нам еретики, сектанты говорят, что они спасены, берут Иоанна 10, 27, 28. Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит из руки моей. Правильно написано. Речь идет не о том, что овцы Христовы, то есть верующие не могут уже грешить и погибнуть, а о том, что враг их дьявол не может погубить их для вечной мухи. Ибо Отец Небесный больше всех, и никто не может похитить их из руки его. Верующий предостерегается от возможности впасть в согрешение. Я не захочу, меня сатана никогда не похитит. Только об этом говорится, а не то, что я гарантирован, никак не могу согрешить. Да я могу сегодня согрешить. Старость, говорит, седина в бороду, а без его ребро. А чему? Ребро это женское, по женской линии улечься можешь. Ведь есть мытарства после смерти, их 20. На мытарстве блуда погибает больше, чем на остальных 19. На убийство, на злоречивое, на пьянице. Это меньше. Иеретиков, все это меньше, а одно блуда. Но блуд и духовный, тут иерес ходит. Вот мы молимся. Не веди нас в искушение. А зачем молиться, если он и так? Мы застрахованы об этом. Печальный пример отречения от Христа этого апостола Петра. Напоминание всем сектантам, впавшим в духовную гордость и самонадеянность. Что мы не такие, как православные. 2 Тимофея 2.26. Чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. А о ком, говорит, речь о верующих. Давно в дьявольских сетях сектантство. И этого не видят. Другие пьянство, блуда, волшебство. 1 Иоанна 1.8.10. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, просит нам грехи наши. И очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым. И слова его нет в нас. Значит, кто говорит, что не грешит, у него Библии в руках нет. Просто нет ее. Кто там хватается за субботу, не понимая ее духовного смысла. Эти люди вообще как неверующие перед Богом. 1 Итимопея 5.15. Ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Это все пишет верующим. Они совратились, идут вслед сатаны и ходят, причащаются, благословляются и этого даже не знают. Это Павел пишет возлюбленному своему ученику. Высказание святых отцов о спасительной благодати. Вот святой Поликарф, ученик Иоанна Богослова, в послании к филиппийцам, его послание, не библейское, пишет. Вы спасены благодатью не делами, но по воле Божией через Иисуса Христа. Да, святой Релиней, епископ Леонский, говорит, как из сухой пшеницы не может быть сделана одна масса и один хлеб без влаги, так и мы, как многие, не могли сделать единого Христа Иисуса без воды с неба. И как сухая земля не приносит плода, если не получит влаги, так мы, будучи первоначально сухим деревом, никогда бы не произвели плода жизни без добровольного орошения свыше, как благодатью. Святой Киприан, как солнце само собой светит, ручей сам собой течет, дождь сам собой орошает, так сам собой проливается небесный дух. Лишь бы только мы жаждали и было открыто наше сердце, мы столько почерпаем от избытка благодати, сколько имеем веры, способной к ее приятию. Не веры дает Бог Духа Святого о благодати, но дает благодать на благодать. Еще такое слово, благодать на благодать. Я спрашивал, ну очень многих скажу, повторяюсь, за 50 лет мне ни один из сектантов не мог ответить, что такое благодать на благодать. Ну я говорю, ну ты считай, открывай Евангелие Тиана. И получили благодать на благодать. А что такое? Я открываю вот это толкование святых отцов. Благодать, златооз говорит, Моисеев закон. Это благодать. И на Моисеев закон мы получили благодать Нового Завета. Все просто и понятно. В Ветхом Завете благодать на благодать была в другом. Мы все умираем через женщину. И когда женщина бывает послушная мужу, правильно воспитывает детей, страх имеет. Он называет благодать на благодать. Жена, имеющая страх Божий. А теперь, а теперь церковь. А какая церковь? Я прямо скажу, капостольская, святая. Та, которая от апостольских времен идет. Святой Кирилл Русалимский. Как свет одним своим лучом все озаряет, так и дух святой просвещает имеющих очи. Почему, если кто слепотствуя не бывает, способен к благодати, то пусть укоряет в том не духа, но свое намерение, неверие. Для жизни благочестивой необходимо то и другое, благочестивые догматы и добрые дела. Что польза хорошо знать догматы о Боге и срамно любодействовать. И также, что польза быть вполне целомудренным и нечестиво богохульствовать. Повторяю, без церкви, вне церкви нет спасения. А церковь только там, где законно рукоположенное священство по хератонии от апостольских времен. Только там. Секты любые, это не церковь. Хотя они могут вести нравственную жизнь, но это одно крыло. Святой Иоанн Затаус учит так, что веровать в Бога дело немаловажное. Для этого нужны не умственные умствования человеческие, но откровения свыше и душа с благодарностью принимающие откровения. Умоляю вас, будем прилагать всякое старание о том, чтобы нам пребывать твердыми в истинной вере и вести жизнь добродетельную. Ибо если мы с верой не соединим достойной жизни, то подвергаемся жесточайшему наказанию. Ни крещения, ни отпущения грехов, ни знания, ни приобщения таинств, ни священная трапеза, ни вкушения тела Господня, ни приобщения крови, или что другое не может привести никакой пользы, если мы не будем вести жизнь честную, строгую, чуждую всякого греха. Вера без дел есть то же, что призрак без жизни. Кавычки закрыты. Иоанн Златоуст. Святой Иоанн Дамаскин говорит, выбор добрых дел находится в нашей власти, а исход добрых дел зависит от божественного содействия. Святой Варнава, апостол, друг апостола Павла, кавычки, будем внимательны к последним дням, ибо во время нашей жизни и вера не доставит нам никакой пользы, если не будем ненавидеть неправду. Не отделяйтесь от других, как будто вы уже были оправданы, а напротив, собираясь в одно место, исследуйте, что прилично и полезно всем возлюбленным вообще. Каждый получит мзду по своим делам. Святой Климент Римский Итак, что нам делать, братья? Не отстать ли от добродетели и любви? Отнюдь нет. Не дай Господь, чтобы это осталось с нами. Напротив, со всем усилием и готовностью поспешим совершить святое доброе дело. Добрый работник смело получает хлеб за труд свой. Ленивый и беспечный не смеет и взглянуть на того, кто дал ему работу. Так и нам надлежит быть ревностными в делании добра. Не будем довольствоваться тем, чтобы называть Христа Господом. Это не спасет нас. Ибо мы говорим, не всякий, кто говорит, мне Господи, Господи, спасется, но делающий правду. Матфея 7,21 Поэтому будем исповедовать его добрыми делами. Святой Киприан Харфагенский Кто имеет истинную веру, тот хранит страх Божий. А кто хранит страх Божий, тот, милосердствуя о нищих, помышляет о Боге. Он творит добрые дела, потому что верует, потому что осознает истину возвещенного в Слове Божьем и непреложном Божественном Писании, в котором сказано, что бесплодные деревья, то есть люди немилосердные, посекаются и в огонь ввергаются. Святой Григорий Богослов, в кавычке, как дело без веры не приемлется, потому что многие делают доброе ради славы, а не по естественному расположению. Так и вера без дел мертва. Итак, покажите веру от дел, покажите плодородие земли вашей, точно ли не напрасно я сеял. Кто приносит плод истократ, сто шестьдесят, кто в тридцать. Святой Исидор Пелосиот Вот, в кавычке, вера, оправданная вначале, требует согласных с нею дел, без которых спастись невозможно. Принятый по благости, по справедливости должен изобиловать своими собственными преимуществами, чтобы не быть иначе улеченным в неблагодарности. Вот что такое благодать. Без благодати правильно нельзя проповедовать, без благодати обращающий ни один не обратится. А если, а у нас где-то каются, а к их имя не делаются. Покаяние бывает и в кабинете следователя, и очень сильное покаяние, со слезами. Я знаю, как следователи исповедуют людей. Все должно быть согласно Слову Божию, в Церкви Христовой. Я хотел сказать о Василии Великом, какая была у него вера. Такая вера была, что иногда его свои прихожане считали несправедливым. Ариане спорили за один храм. Ну, споры, да и споры. Надо их разрешить как-то. Василий Великий предложил такой спор. Давайте так. Вот вы подойдете к храму, вместе с нами завтра, возьмите свой замок, печати, и мы у церкви один только вход, большие, огромные ворота, и мы запечатаем, и будем три дня молиться. Согласны? А что дальше? А через три дня вы подойдете к воротам, соберите все в городе Ариан и начнете молиться. Ворота откройтесь без ключа, без замка, чтобы замок сам отпал, цепи отпалились, и чтобы двери сами распахнулись. Ну, а если не откроется? Ну, не откроется, значит, если открылись, вопрос решен, с вами Бог. А если не откроется? Не откроется, значит, мы будем молиться. Мы тоже будем три дня молиться. Соберем всю паслу, православные христиане, будем молиться. Они так и назывались православные, с первого века. Ну, а если не откроется? Ну, если не откроется, тогда храм ваш. Как православные взыграли? Как так? У них не открылось, у нас не открылось, а им храм. Но, вообще-то, это несправедливо, я тоже сознаюсь, я любой бы сказал, несправедливо. А Василий Великий говорит, это самое показало, что наша вера, это не лучший христиан, это арианский, это еще бы претендовать на храм, он нам и не нужен, когда Бог нас не признал. Зачем нам храм-то? Ну, ариане, слушайте, это просто еретики. Вот давайте сегодня так рассуждать. В Ленинграде, бывшем Санкт-Петербурге, в православном храме засели баптисты, я там был даже. Православный храм, просят, не отдают. Ну, давайте вот так. Вы думаете, откроется? Вот этот храм-то достанется, может быть, музею какому-нибудь, ни перед теми, ни перед другими. Ну, давайте, давайте молиться. Ариане молились, взывали, кричали, как жрецы Ваалова-то, кололи себя. Ну, а огня с неба не было. Успокоились, а теперь отойдите. Ну, мы с вами договоримся, повторили. Если мы сейчас молимся, если откроется храм, вы больше не будете претендовать на это. Вы поймете, что ваша вера тщетная, наша настоящая. Все сказали, да так. Так, но если не откроется, я вам обещаю, я архипастер, этот храм сразу ваш. Мы все православные свои там и забираем иконы, забираем сосуды, ризы, и больше сюда даже не подойдем и не будем претендовать. Мы сразу дадим отчет в этом. Ну, хорошо. Стали православные молиться. Насколько молиться-то не сказали? Долго или коротко? Ну, определение, видимо, было все-таки, пока не устанут. Стали молиться. Молятся, никакого, конечно, чуда нет. Василий Великий простирает руки с такой верой. Народ еще крепче стал молиться. Господи, нам уже и храм не нужен, но хотя и ретикам-то этим, покажи, что мы такие, твои дети, да они такие же, как они-то. И вдруг раздался грохот. Отлетели замки, цепи. И вместе с косяками ворота вывалились из храма. Вот сегодня такое случилось. Что бы было? Сказали бы, заложили там динамиту ночью. Тогда ничего этого не было. Ни динамита, никак. Истина, с вами Бог. Господь есть Бог Егова. Ваш Христос. Истина так. Мы верим, что Он есть Бог. Ариане его не признавали за Бога. Они были как иеговисты сегодняшней свете Леговы. Массовое обращение в православие. Этот храм не вмещает православных. Вот чего не хватает в храме Христа Спасителя. Чтобы веру в нас пробудить, должно быть, как мы видим, что вера, пастыря должна быть вера, архипастыря. Я не требую чуда. Но по житиям святых было такое, что говорили, пройти прямо по огню. Ну тот пошел, колдун испугался. Он знал, как, говорит, сухие листья, я пыхно изгорю. А святой пошел, как святой этот Степан Пермский-то. И он не сгорел. Он остался целый. Было у святых даже так. На другой берег, как переплыть. Он с себя Ризу сбросил. На Ризу встал, ветер его дует и подгоняет. И он переплыл на Ризе. Ну на Ризе кто плавает? Какая на Ризе? Это же не лодка. А вот такое дело было. И так еще, это не басти никакие. Я уж не буду говорить, какие у меня были чудеса. Как Бог подавал средства, необходимые на это буквально слепо. Только что помолились, были священники, среди ночи звонок и спрашивают, примите, нет денег. У меня вообще ничего нет. К утру уже деньги были на руках. Другой приходит, знаю, привозит саквояжек. Я даю, но под одним условием, чтобы никто не знал, что я у вас был предпринимателем. Первая книга, вот эта вот у меня книга, называется Церковь, свобода, тюрьма. Я, словно сказать, ее сразу выкупил. Это у нас одна умерла. Она когда умерла, Надежда Павловна Егоренко. Она была здесь у меня экономом, смотрителем. И я говорил ей, когда Надежда Теонова рак был, где у него умрешь, ты там поклонись Богу, Богородице, а потом Николу Щудотворца найди. А вот эту книгу я не могу выкупить ее. У меня денег-то вообще нет, я сторожем работал. Ты попросил у нее денег, он любил так тайно от золотишка подкидывать там одному богачу. Трех невест выдал он своих. Хорошо, я помню. За три дня до смерти я ее попроведал. Ты помнишь, да, все молились? И вот она умерла. У нас у православных, верим, что 40 дней душа идет по мытарствам. Я это все рассказывал. Такая есть газета у нас, Баркер Экспресс. Она напечатала статью «Помощь того света». И вот уже 39 дней мне люди звонят, спрашивают, ну что, прихожане нашли? Да ничего, нету. 40-й день, с утра еще. Ну так нет денег. Выкупать надо. А денег нету. И вдруг дверь открывается. Это мои стихи, положенные на музыку. У меня написано 3467 стихотворений по 9 четырехстрочных куплетов. Где-то 90 или сколько положено на музыку поются. Вот. Заходит человек. Он эту Надежду Павловну, нашу Егоренку, ее фамилия девичья Торбеева была. Он ее не знал и не слышал. Он пришел, открыл, дал деньги и все. Я пошел в этот день, выкупил. Другое было, так тоже молились. Два священника ночевали у меня. Я говорю, давайте помолимся. Мне выкупить дом нужен. Какой? Да я не знаю, кажется, вот это 13-й был. Вот посмотрите. Детях-то немало надо. Вот это все где-то 14 миллионов стоит. Я издал 38 книг за 9 лет. А книги-то по 750 страниц. Все намелованы. Сказать это, видите, аксентная бумага. В каждой столько фотографий цветных. Ни одна фотография, ни две, а 64 страницы цветных фотографий. Вот они какие здесь. Намелованные бумаги. Это ясное дело, что это моя презентация книг, как раз идет здесь в университете. Помолились. А священник один спрашивает. Ну вот вы молитесь, а какое-то предположение-то есть примерно хотя бы откуда? Я тоже молился, но... Я говорю, абсолютно и никакого. Но деньги мне нужны. Деньги нужны. Помолились леги спать. Но у меня все знают, друзья, что после девяти вечера ко мне звонить нельзя. Это личное время. Мы уже на молитву встаем, наверное, вечернюю. И это мое личное время. Там, во сколько я лягу. А встаем всегда одинаково. В 4.40. Только легли спать, там, где-то первый час, звонок. Первое, что было, у меня мелькнуло недовольство. Но я же предупреждал. Я и без вас стану, но не мое время вставать. Там в 2 часа нужно на молитву встать будет. Это просто у меня день тогда подает по-другому. Я не высплюсь. Молчу. Вы такой-то? Да, я такой-то. А кто вы? А мы слышали, у вас храм назван во имя Климента? Я говорю, нет. Во имя святого Анфима Некомедийского. А, так разочарование. А нам сказали, что... Так я говорю, это лагерь у меня детский. Я начальник детского лагеря, но сейчас Климента Анкирского. В 312 году он был казнен. Епископ. Из города Анкира. А Анфим в 312. Из города Некомедии. А, Некомедийский. А в чем дело? Да у нас дядя умер, Климент. Оставил деньги, чтобы помолились. А нам сказали, что молитвы, особенно близко Богу, доходят там, где храм, во имя того, кто умер. Ну, храм Владимир Александрович, это Александродевский храм так. Ну, это, конечно, такое предание сказать, или обычный такой. Я говорю, а вы откуда звоните? С Сакраменто, в Америке. Так я там бывал. Да вы примете деньги, чтобы помолились там. Да я вот сейчас буду молиться, прям ночью. У меня там были священники дома ночуют. А утром они по Вестерн-деону уже прислали. Я утром пошел, часов в 10 уже деньги получил. То есть я таких случаев могу столько назвать. Вот однажды, другой случай. Тоже я все по деньгам говорю. Почему? Потому что я 9 лет, вот, все работал здесь. Вот такие книги, представьте. Вот они все открыты моком, разного цвета, разная тематика. Отвечая на 4124 вопроса. Я их как бы рекламирую сейчас, показываю. Я вечером объявил, не вечером, а на собрание. Мне нужно к субботе 61 500 рублей, которые я еще не мог внести. А печатается это не здесь, а в Горном Алтайске. Но кто-то купил немножко, еще что-то. И получилось так, что мне нужно ровно 50 тысяч. 11, кажется, 61 500 нужно было. Утром звонит одна мне душа и говорит, 40 тысяч примите. И в это время мобильный звонит. Но мобильный важнее. Я стационарный положил, трубку, сказал, говорю, подождите, я сейчас переговорю. Открываю, главный банкир Алтайского края звонит. Управляющий Сбербанком Аполтаю. Так, я за вами машину посылаю сейчас. Хорошо. Я трубку эту беру, в будке там никого нет. 40 тысяч уплыло. Опять осталось 50 тысяч. Долго. Я выхожу, у меня растет здесь миндаль перед воротами. Я взял три веточки. Почему три? Я ничего не могу образно. То есть он светет короткое время и прям быстро опадает. Но тут он только расцвел, как будто ночью расцвел. Я отловил большие такие ветки. Ну и вышел. Машина большая стоит, значит, на машине. Так. Только заходим. А заходить-то там надо пропуска, выписывать. А у меня с обратного хода там охрана. Ну шофер-то это, там еще это. Он меня провел. Заходим. А приемная там, где там два секретаря. Огромная. Это не то, что это вот. Прям огромная. И я двум секретарям этим по веточке дал. А он красивый такой, какой-то фиолетовый цвет. Я говорю, это как бы прообраз бессмертия. И засветет миндалью. Клисиаста написано. А со мной в сумочке положил ветку. Зашли, стали разговаривать. Но я принес книгу, последняя, которая вышла. Ее надо выкупать. Побеседовали. Он только открыл книгу-то, этот, банкир-то. Уткнулся в нее и считает. Ну я вижу уже минута, другая. Как секретарь говорит, да тут народу много собралось. Подождите. Я ему говорю, называю, говорю, ну, я хотел сказать, да отстань ты от меня. Я говорю, да я живой здесь, меня спросите. Вопрос это я отвечаю в университетах, в милиции. А он мой вопрос. Да это как раз вы отвечаете по финансовым делам. Это меня как раз касается-то. Вот Господь же все это делает. И он открыл на той странице и считает то, что есть. Я говорю, там народу много. Да, народу там много. У меня день рождения сегодня. У вас день рождения? Не знал. Я доставил тогда эту веточку миндаля и говорю, вот это символ бессмертия. Да вы что? Я говорю, такое затруднение, прям вот, не знаю, с деньгами-то. Ну, тоже я користолюбивый человек-то. Ну, гляжу, он что-то согнулся в шкаф, там лазит, шарится, потом встал, что-то в костюм у себя. Я еще ничего не понимаю. Что он тут вдруг вытаскивает, по одной бумажке кладет, все по пять тысяч-то. Но мне неудобно считать. Вот, бери тебе пока. Я деньги взял. Когда машину опять даст, меня сюда привезут, я дома открываю. Пятьдесят тысяч. Ни на рубль, ни больше, ни меньше. Мне нужно пятьдесят. Он знать ничего не знает. И при том это говорят. Вот они такие евреи. К слову сказать, евреи, как мне говорят. Евреи мне помогали всегда. Евреи знают, что я христианин. Это разве не чудо Божье? Вот тебе и. Ну, а клевещите на евреев, вам ничего и нет. А у меня по-другому все. Мне мусульмане помогают. Каких только людей не встречу, и все стараются руку помощи подать. Я ни перед кем не прогибаюсь. Я прямо говорю о Христе. Что нет другого имени под небом, которому надлежит спастись. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит. Там деяния 2, 14, считаем. Здесь точно 4, 12. Здесь считаем 3, 16, 18 Евангелия Теана. Подарю какие-то книги или что-то. Люди расположены. Нам нужно довериться Богу. И это по благодати. Благодати молитвенного ответа. Я близко знаком был с отделенными баптистами. И когда у них возвращались там из заключения, то они говорили. Вы знаете, вот эти вот сзади у костюма разрезы-то зашить надо. Я даже не понял почему. Но они сказали, у них опыт. Я пришел и всех зашил. Почему? Я понял, когда ложишься на шконку, она разбегается, и у тебя будет кострец балет, и ты будешь балет. Тем более у меня тут 3 грыжи. Я всю жизнь на стройке работал. Я сразу это сделал. А они там где-то говорят, кто-то, надо это принять. Это через него меня благодать коснулось. Так он же баптист, вы говорите. Неважное дело, дух дышит где хочет. Нужно научиться это понимать, видеть. Дальше, говорится, своего носа. А мы для них, мы узнали, что у них тайно печатаются Евангелие где-то. И мы большую десятину собирали. Я работал на трех работах. И мы очень большую десятину собирали. Я всю жизнь плачу 9 десятин с того, что зарабатываю. И мы собирали все вместе деньги, и мы относили на печатание книг. Так они баптисты. Запредельно далеко до меня это. А они печатают Евангелие и раздают бесплатно. Все, вопрос снят. Вот это нас объединяет. А давайте беседовать то, что нас объединяет. Давайте беседовать, я говорю, я уже говорю. То, что нас разъединяет. А что объединяет, нам это не надо. Ты веришь, и я верю одинаково. Эти вопросы обходим. Будем говорить только о том, что разъединяет, чтобы убрать препятствующие причины для объединения. Итак, благодать призывающая проповедь. А что проповедь? Слышание от Слова Божия. Благодать обращающая. То есть проповедующая, сеющая, поливающая ничто, но Бог. Всевозвращающая, это благодать, которая коснется. Человек сразу истинно с вами Бог. И сразу обращается. И третье, это благодать освящающая. Она в храмах Святой Православной Церкви. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Вот, что мы видим.